Как известно, с января этого года обращаться с отходами стали по-новому. За последние годы мусор стал настоящей проблемой для Подмосковья, решить которую, возможно, лишь поменяв сам подход к обращению с ним. Так, в новую систему запланировано ввести 16 предприятий на территории региона в ближайшие годы, 12 комплексов по переработке отходов КПО и 4 мусоросжигательных завода. Три КПО заработали еще в 2018 году. Серебряные пруды, Рошаль, Зарайск далее запланировано запустить еще 9. Введение комплексов по переработке отходов уже позволено в 2020 году снизить на 50% объем захоронения. С внедрением нового экологического стандарта на площадках во дворах появились два контейнера для раздельного сбора отходов. Сам живого смусора стал коммунальной услугой, за которую отвечают единые операторы. В нашем городском округе это компания «Хартия». И сегодня мусорная реформа продолжается. Задать свои вопросы относительно ее исполнения и получить на них ответ. Вед и щелковцы смогли день разъяснения по обращению с ТКО, который прошел в администрации округа. Стоит отметить, тем для обсуждения оказалось немало. Свои вопросы задавали как жители многоквартирных домов, так и частного сектора. О тарифах и графике вывоза мусора, а также содержании площадок в должном виде, своевременной обработке контейнеров и многие другие. По итогам совещания будут даны поручения где-то увеличить контейнеры на контейнерных площадках, где-то поставить дополнительные синие для сухого мусора контейнерные площадки. И также у нас вопрос по содержанию контейнерных площадок, потому что многие контейнерные площадки, конечно, не в нормативе. Мы из бюджета будем формировать финансовые средства для их приведения к нормативу. Также были очень много вопросов по уборке контейнерных площадок. Все, что упало с баков при погрузке, из-за переполнения на контейнерных площадках, должна убирать Хартия. Это единый оператор, который у нас на территории городского округа Щелково работает. На сегодняшний день вопросов относительно раздельного сбора мусора немало, но в любом случае все обращения жителей будут рассмотрены. Анна Больец, Станислав Беляев, Щелковское телевидение.